Учение Йоки Баджана. Сила произнесенного слова. Это книга вечной мудрости, переданной одним из величайших учителей нашей эпохи. Она обладает силой делать людей счастливыми в минуты грусти и поднимать их дух в период депрессии. Это мощный инструмент для очищения подсознательного ума и для замены негативных мыслительных шаблонов на позитивные. Ее секрет в силе произнесенного слова. Сила произнесенного слова. Это удивительный подарок человеку. Посредством этой книги строятся и разрушаются взаимоотношения. Передается знание. Меняется сознание. Когда вы говорите, звук и ритм ваших слов выражают состояние вашего сознания. Когда вы произносите вслух слова просветленных, вы просветляете свое собственное сознание, просто повторяя слова. Книга «Учение Йоки Баджана» — это практическая демонстрация силы произнесенного слова. Читайте слова о любви, счастье, Боге, уме и отношениях, и вы все время будете менять свое видение Вселенной. Читайте от 9 до 11 страниц вслух и ощущайте свою собственную трансформацию. Молитва «О Бесконечный! По Твоей милости нам дарована высочайшая возможность быть вместе и вместе размышлять, восхваляя Тебя, о Господь, о творческое сознание, о космос, мгновение позитивного существования, позитивных взаимоотношений, позитивной любви и братства, посвященная всему этому, высочайшее на этой планете вознаграждение для человека. Ты то, что дарует его. Мы благодарны за это, и пусть Твои благословения опустятся на нас, чтобы сделать нас здоровыми, счастливыми и праведными. Пусть жизнь наша проходит и в возвышенном сознании, вселенской любви, мира и гармонии. Дай нам силу восхвалять Тебя. Дай нам силу быть Твоим каналом в присутствии святого наам. Саттнам. Предисловие. Эта книга написана с одним намерением – перевести людей из негативного состояния сознания в позитивное. Предложения имеют определенную форму и построение, чтобы отсекать негативные мыслительные волны и пробуждать позитивную полярность человеческого ума. В них были воспроизведены определенные длины волны, которые находятся в этих строчках, для того, чтобы поменять негативное на позитивное. Все слова построены на принципе – в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все предложения составлены так, что они работают сердечным центром, состраданием, горловым центром для улучшения общения, третьим глазом, открывая интуицию человека, и с тысячелепестковым лотосом для очищения мыслей. Слова этой книги – сами по себе медитация. Их следует читать как наставление, поскольку в этой книге содержится скрытая наука о наат – наука о вечном звуке. Это слова, произнесенные из сознания Махантантрика. «Будущий человеком этого времени и пространства, я обладаю честью быть им, и я благодарен Богу и Гуру Рамдасу». Йоги Баджан Предисловие к русскому изданию К переводу и изданию этой книги мы отнеслись очень внимательно и бережно. Нашей задачей было не только передать смысл изречений Йоги Баджана, но и сохранить их форму, порядок слов и позитивность звучания. Все сноски и комментарии к тексту, которые были в оригинале, переведены и оставлены в изначальном виде. Поскольку неискушенному читателю могут быть непонятны некоторые термины, то мы сочли разумным объяснить их в дополнительных комментариях в конце книги. Мы уверены, что звучащие на разных языках слова мастера сохраняют свою силу, поскольку обращены к высшей сути человека, язык которой един. Издательская группа Йога Экспресс Доставляя сакральные знания Учение Йоги Баджана Видение Медитация Са-та-на-ма В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Евангелие от Иоанна Каждый элемент Вселенной находится в постоянной вибрации, проявленной через свет, звук и энергию. Человеческие чувства воспринимают только небольшой фрагмент бесконечного диапазона вибраций, И нам трудно постичь, что упомянутое в Библии Слово действительно представляет всю полноту вибрации, которая лежит в основе всего творения, и поддерживает его. Человек может настроить свое сознание на осознавание этой полноты при помощи мантры. Вибрируя с дыханием в ритме с определенным звуком, который соразмерен звуку творения или звуковому потоку, Человек может расширить свою чувствительность до восприятия полного спектра вибраций. Это похоже на то, как извлекается нужный звук из музыкального инструмента. Другими словами, когда вы вибрируете, вся Вселенная вибрирует с вами. Практикуя мантры, вы можете поднять уровень своей осознанности и своего окружения, и творчески работать над совершенствованием и того, и другого. Мантра, которую я учу, это САТНАМ, СА-ТА-НА-МА, которая означает «Истина проявлена». Мантра САТНАМ была дана Гуру Нанакам, первым из десяти сикских гуру более 475 лет назад. Она состоит из пяти первичных звуков, которые в своей вибрации соразмерны с целостностью Вселенной. СА означает тотальность, ТА означает жизнь, НА означает смерть и МА означает воскрешение. Пятый звук – это звук А, который является составляющей частью всех четырех звуков. Это творческий звук Вселенной. И когда вы поете, кончики больших пальцев касаются кончиков других пальцев в ритме с этой мантры для того, чтобы проводить энергию через нервные окончания в пальцах, которые соединены с мозговыми центрами, соотносящимися с интуицией, терпением, жизненностью и коммуникацией. На звуке СА прикасайтесь большим пальцем к указательному пальцу, ТА – к среднему, НА – к безымянному и МА – к мизинцу. Пойте мантру тремя способами – вслух, голосом человеческого общения, шепотом, голосом влюбленных и молча, в тишине своего собственного молчания, голосом Бога. Из глубины своей молчаливой медитации возвращайтесь к шепоту и затем к пению вслух. Во время медитации необходимо представлять каждый звук, идущим от макушки головы вниз и проходящим через точку третьего глаза, которая находится между бровей у переносицы. Сядьте в удобной позе со скрещенными ногами, держите спину прямой. 5 минут пойте мантру слух, 5 минут шепотом, и затем 10 минут медитируйте молча, повторяя звуки про себя. Снова пойте 5 минут шепотом, и затем 5 минут слух. Теперь вдохните и вытяните руки вверх, удерживая положение выдохните. Снова вдохните и выдохните, расслабьтесь. Полное время медитации составит 31 минуту. Используя эту технику, вы можете пережить опыт своей собственной бесконечности. Превосходя ограничения своего мирского опыта, вы можете познать непознанное и увидеть невидимое. Если вы будете проводить 2 часа в день медитации, Бог будет медитировать на вас все оставшееся время дня.